Российское значит лучшее. Я решил назвать это видео таким образом и сейчас попытаюсь объяснить. Если вы досмотрите до конца, то вы поймете, почему я решил так сделать. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, сейчас вы знаете, в каком состоянии находится страна, в полной изоляции практически, включены максимальные санкции против нас, и мы должны справиться со всеми этими экономическими трудностями. И почему я считаю, что это будет достаточно сложно и практически нереально, и что надо сделать. Смотрите, сейчас я хочу провести параллель между тем, что я пережил свое время в конце 80-х, начало 90-х и той ситуации, которая происходит сейчас. Смотрите, я родился в 63-м году, в 64-м был назначен Брежнев Леонид Ильич генсеком, и он стал во главе нашего государства. Был социализм, и в конце 80-х, в общем сказать, Советский Союз тоже вступил в жесткую конфронтацию, он был достаточно сильно изолирован, он пытался сделать замкнутую экономику, что полностью все внутри, значит, мы справимся. Значит, все было советское, и советская пропаганда говорила, что советское значит лучшее. Но было ли это лучшее? На самом деле, смотрите, при Советском Союзе все было совершенно отвратительного качества, то есть все производилось внутри страны, но в основном была холодная война, гонка вооружений, поэтому, значит, вся промышленность работала в основном на военные нужды, а все, что для людей, было на последнем месте. Соответственно, значит, обувь. Если вы видели фильм «Стиляги», там, значит, он проходит, там все, как бы, полки, значит, стоят одинаковые ботинки, абсолютно кирзовые. Почему кирзовые? Потому что обувные фабрики работали чисто на войну, кирзовые сапоги, либо на тюрьмы, значит, для этих самых, ну, там, тоже кирзовые, значит, такой жесткой подошвой обувь должна быть. Вот, и, соответственно, эти же фабрики шили одежду для людей. И в школу я ходил, в общем-то сказать, в этих ботинках. Они были ужасные, они напоминали, ну, колодки для каторжников, если честно. Вот так вот, жутко натирали, были жутко неудобные, там, мозоли и так далее. Соответственно, значит, что с одеждой? Смотрите, вся одежда была серенькая, и сейчас я понимаю, почему. Потому что не было красителей, а красители качественные, ну, как бы, они были в дефиците. Да и зачем, собственно говоря. В Иванове производился, значит, самая дешевая ткань, самая дешевая, так сказать, льняная ткань. Она была такая серенькая, черная, и в Таджикистане хлопок производился. И из отходов этого хлопка, значит, делали вот между этой тканью, ну, как матрасики, такие штуки, и прошивали. И шились так называемые ватники, они в основном шились тоже для тюрем и для, может быть, армии. Ну, в общем, все детство я проходил в таком ватнике тоже, потому что они были очень дешевые, очень теплые, но они жутко намокали, и высушить их было, в общем сказать, достаточно проблематично. Потому что вот эта вот вся вата, она впитывала вот эту влагу, воняла жутко, ну и так далее. Вот ватники, они не зря эти ватники были. И когда, ну, Брежнев, ну и там пропаганда говорила, что советское значит лучшее, всех вызывало это смех. И люди стояли за импортом, это уже поздний Брежнев, значит, там вообще в магазинах полный дефицит, деньги ничего не стоили, у людей были бешеные деньги на счетах, Сбербанке, который не платил никакие проценты за это. Соответственно, в очереди люди писались на машины, и вы тоже помните вот фильмы всякие, значит, там, ну, в основном Эльдар Рязанов, там, он, ну, там, какие-то фильмы посмотрите, там, сказать, там, вот из, ту атмосферу они как-то передают. Вот в таком состоянии мы пришли к моменту, когда, да, и я думал, что Брежнев это навсегда, и что никогда я не буду жить при другой жизни. Страна была абсолютно закрытая, значит, выезд за границу был запрещен, естественно, потому что, ну, чтобы люди не видели, что можно жить иначе. Ну, какие-то, так сказать, сведения просачивались, соответственно, любимая передача у меня была «Клуб кинопутешествий», так называемая, с Сенкевичем, и, соответственно, ну, люди видели, что весь мир живет иначе и лучше, что важно. И люди давились за импортом. Импорт выбрасывали в конце месяца для того, чтобы магазины могли выполнить план, и, соответственно, люди давились за этим импортом. Кто имел доступ к этому импорту, тот был на высоте, короче говоря. И вот эта система, значит, да, и Брежнев правил страной 18 лет, то есть, смотрите, когда он пришел, мне было один год, через 18 лет, мне было 19 лет, я учился на втором курсе института, когда умер Брежнев. И я, когда вот жил, да, все это время я вот воспитывался в той социалистической системе, и я думал, что никогда ничего не может измениться, и вообще, может ли здесь что-то измениться вообще. И вот на втором курсе института я уже, так сказать, ну, как бы вполне могу соображать что-то. Умирает Брежнев, и мне было интересно, может ли в этой стране что-то измениться. После Брежнева приходит Андропов, и очень сильно я вижу прямо визуально, что меняется буквально все. Андропов решил, что нам нужна, он КГБшник, что нам нужна дисциплина, нам нужен строгий порядок и так далее. Я видел бешеные очереди на проходной, потому что дисциплина, потому что всех, кто опоздал хотя бы на минуту, записывали, значит, там ставили галочку и лишали премии. Поэтому главная цель была заскочить вовремя на работу и, соответственно, не опоздать. Ну, а потом люди, как обычно, садились и начинали пить чай, значит, разглагольствовать и так далее. А разглагольствовали о том, что надо поменять. Вот, и Андропов очень быстро умер, там, сказать, там, ну, он меньше года, может быть, чуть больше года, так сказать, формально про былу власти. Но, соответственно, последние месяца 4 или 5 он пролежал в больнице и благополучно скончался. Приведя, в общем, сказать, Путина, немножечко подняв. Вот, соответственно, после Андропова был Черненко. Черненко – это копия Брежнева, то есть все вернулось на свои прежние места. То есть спустя год вот Брежнев умирает, и, значит, Черненко – полная копия Брежнева. Старая развалина, которой двух слов связать не может. Значит, ну, все вздохнули спокойно. Чиновники сказали, ну, слава богу, значит, там ничего не надо делать. И, ну, Черненко, опять же, прослужил недолго совсем, страна валилась в пропасть, кругом дефицит, уже талоны кругом, то есть там 200 грамм колбасы на человека там и так далее. И, соответственно, вот, ну, партийное руководство, они люди были, хотя и очень-очень престарелые, но, в общем, они понимали, что страна катится в пропасть, и надо кого-то молодого. И они назначили Горбачева, Михаила Сергеевича, который начал реформы. То есть он, что делал Горбачеву? Он сказал, что в рамках социалистической системы надо, ну, что-то скорректировать, что-то сделать, делать колоссальные реформы социал-демократического толка, и, соответственно, нужна перестройка и так далее, и так далее. Значит, надо все жить по-новому. И он пытался очень энергично оживить ту систему, которая была мертва уже. И он вел кооперативы, это при Горбачеве появились кооперативы, то есть какие-то элементы мелкого капитализма. Он решил ввести там хозрасчет, насколько я помню, госприемка, то есть повышение качества продукции выпускаемой, но это ничего не работало, потому что, в общем, у директора предприятий были тоже загнивающие. И, ну, в результате вот эти кооперативы создавались, откуда они возьмут производственные мощности, да, у того же предприятия. То есть люди, которые работали на предприятии, они загружали вот эти самые станки, которые были на предприятиях уже своей продукции, значит, там, ну, как бы, вот, договариваясь с директором, и, соответственно, значит, ну, откаток, грубо говоря. Вот, и, соответственно, начали уже производить что-то свое, что-то появлялось, появился импорт, значит, там, какая-то вот, ну, из Польши всякую дрянь гнали. Спирит-рояль, по-моему, там при Горбачеве появился, и так далее. И, ну, было понятно, что надо что-то менять, но я говорю, что, смотрите, Горбачев пытался вот что-то поменять, но это ни к чему не приводило, потому что, ну, руководство и средства производства, они были, понятно, у кого, у старых руководителей, которые не могли работать по-новому, сколько их ни пинай. И, соответственно, после Путча, значит, произошла революция, смена власти, пришел к власти Ельцин, и к тому времени уже в обществе развернулась дискуссия, что же делать. И было понятно, что нужно на капиталистические рейсы рельсы переводить экономику социалистических, и, соответственно, как-то надо это делать. И на общественное обсуждение, тогда это было, были выдвинуты две основные концепции. Одна концепция была выдвинута Явлинским, небезызвестным, концепция называлась «500 дней», я ее читал, мне она очень понравилась, с тех пор я Явлинского уважаю. 500 дней – это на секундочку больше, чем год. 500 дней, год – 365 дней, то есть, соответственно, полтора года примерно. Явлинский говорил, что для того, чтобы перестроить систему на капиталистические рейсы более-менее нормально и безболезненно, потребуется, ну, как минимум, значит, вот надо сделать эти, эти, эти меры. Он там расписал по шагам, сначала делаем это, потом это, потом это, потом это постепенно делаем, и на это уйдет 500 дней. У Гайдара была более радикальная система, он сказал, что все надо делать революционными методами, прямо сейчас, одним махом, да, будет очень-очень больно, он сразу говорил, то есть, мы сразу отпускаем все цены, сразу, значит, полностью капиталистические методы, свобода, полная свобода, абсолютно полная. И он говорит, что экономика сама себя восстановит за очень короткий срок. И, ну, так как у власти были революционеры, то была принята концепция Гайдара, и с 1 января были отпущены цены, в общем, сказать, что привело к ценовому шоку, все связи промышленные, в промышленности были нарушены. То есть, если раньше люди ехали в Москву и говорили, дайте нам это, дайте нам доски, дайте нам, значит, там, металл, то сейчас говорят, что никто вам ничего давать не будет, покупайте сами за деньги. А денег нет, и, соответственно, понеслось. Вот. И так как все эти связи были нарушены, то, в общем-то, и производство тут же очень здорово грохнулось, и все помнят, что, ну, Гайдар был прав, что, в общем-то, через какое-то время это должно привести к стабилизации экономики и к бурному росту, но будет очень больно. И все акцентируют сейчас то время, вот, правление либералов, сейчас называют либерастами, потому что, ну, было очень больно, все помнят. И когда все начало очень бурно, вот, ну, как кризисы происходят, выобразно, так сказать, дикое падение, потом, значит, рост. И когда начался рост, в общем-то, ну, недовольство народа достигло максимума, и, в общем-то, сказать, Ельциным и прочей командой, значит, ну, Гайдар, так сказать, достаточно быстро пришлось. То есть, ну, Гайдар прекрасно понимал, что его будет ненавидеть весь народ, вот, и Чубайса, который провел приватизацию, которая тоже была, ну, план, то есть, как бы, передачи в частные руки. И Чубайс сразу говорил, что это будет абсолютно несправедливая передача в частные руки, но, по крайней мере, эти частные руки будут российскими. А мы не продадим всю экономику на корню Западу, который, в общем-то, стремился ее купить. Ну, на самом деле, я помню эти времена, и я помню, что, несмотря на то, что мы не хотели продать это Западу, Запад это дело, в общем-то, покупал, потому что, вот, ваучерной приватизацией, я этим занимался, я приезжал на биржу, я уже говорил об этом как-то, что на бирже эти ваучеры покупались во многом за доллары. И я их продавал, ну, буквально, так сказать, пачками, там, много продавал ваучеров, и у меня были постоянные покупатели, которые меня знали, и они говорят, как обычно. Я говорю, да, как обычно. Что значит, как обычно? Обычно это 200 ваучеров, две пачки. И просто мы договаривались, они мне кидали, значит, там, быстренько, я не пересчитывал никогда деньги, потому что бандиты кругом были, могли застрелить. Вот, и кидали свежеотпечатанные доллары, номера в них были подряд, то есть я был первый человек, который распечатывал эти пачки, грубо говоря. Вот, то есть доллары тогда сюда самолетами просто поставлялись, искупалась вся промышленность, просто через какие-то, ну, какие-то российские компании. Но, тем не менее, формально это все было в руках российских людей, которые потом стали олигархами. И в то время еще при Ельцине была война, вы знаете, при Прибрежневе была война в Афганистане, при Ельцине в Чечне. И вот, когда уходит Ельцин, значит, смотрите, экономика начинает восстанавливаться, все связи начинают работать. Нефть, когда пришла команда вот этих реформаторов, была на минимуме 20 долларов, и она вдруг начинает расти, значит, когда Ельцин уходит, значит, нефть вырастает в два там или в три раза, то есть до 60 буквально долларов. Когда новые экономические методы начинают работать, экономика начинает восстанавливаться, приходит на готовенькое Путин. И жизнь начинает налаживаться. И люди говорят, ну вот Путин пришел, сразу жизнь начинает налаживаться. На самом деле Путин пришел на все готовенькое. Нефть выросла, значит, не благодаря ему. И, соответственно, экономика начала работать тоже не благодаря ему, а благодаря реформам тех самых либерастов, которых потом ругают, потому что, ну, надо присвоить вот эти вот чужие достижения. Это мое абсолютное убеждение. Если вы не согласны, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы не согласны, что Юра, ты там сам либераст и так далее. Вот, напишите. И, соответственно, что дальше? Дальше, значит, Путин, как заканчивает войну. Он берет и договаривается с одной из воюющих сторон, значит, с Кадыровым в частности. Говорит, ребята, я вам отдаю Чечню, мы даем вам деньги на восстановление Чечни, но вы не выходите из состава России. И даю вам то, за что вы воевали, значит, там полную независимость и так далее. Вот, и, соответственно, вы видите, что до сих пор Чечней правит Кадыров, уже сын младший. И Чечня обосстановлена, как ни странно. И что можно сказать про Кадырова? То, что, ну, конечно, он что-то там себе они взяли, но они восстановили Чечню. То есть они там распределяли деньги чеченцам, раздавали, так сказать, там очень-очень много полезных вещей сделали. И Чечня действительно сейчас процветает, и, ну, конечно, так сказать, ну, наверное, так сказать, деньги дал Аллах, как говорит Кадыров. Но, тем не менее, Чечня была восстановлена, мир восстановлен, люди перестали погибать. И при Ельцине еще, Ельцин тогда сказал, помните, берите самостоятельность столько, сколько хотите. И это начало, так сказать, ну, как бы начала разваливаться Россия. Что сделал Путин? Значит, он сказал, что никакой самостоятельности, ну, и так далее. То есть он начал укреплять государственную власть, вертикаль государственной власти, так называемую. Он начал поднимать силовиков, он начал говорить, строить такое, ну, как бы сильное государство. И 20 лет, смотрите, деньги текут, значит, нефть повышается, деньги текут в Россию рекой. Значит, россияне начинают жить лучше, ничего не надо делать с экономикой. Он строит государство, силовиков, значит, укрепляет, ну, типа государство, а вообще говоря, личную власть. И деньги текут рекой, можно растаскивать их. И в это время все люди, которые, ну, близки, по крайней мере, к Путину, так сказать, система строилась на лояльности исключительно. Здесь не надо быть умным, чтобы стать богатым. Поэтому, в общем сказать, надо быть близким к власти. И, соответственно, понеслось, значит, там, Единая Россия, значит, там, вступил в Единую Россию, ты уже, значит, поддерживаешь Путина. И, соответственно, это путь к процветанию, значит, путь в органы силовые, значит, это путь к процветанию. И, соответственно, все вот так вот и было. Но в результате постепенно, постепенно, постепенно эта система начала, в общем, тормозиться, потому что экономика уже не растет так сильно и вообще не растет. Да, и повсеместно внедрялся импорт. У нас, значит, полная открытость для иностранного капитала. Иностранный капитал течет сюда рекой. Они гонят сюда свои товары, соответственно, иностранные. Им дается предпочтение полнейшее строиться вместо того, чтобы строить в России промышленность современную, вместо того, чтобы строить современное производство, производить российские товары. Вся вот эта вот система власти, она была направлена на то, чтобы поддерживать именно иностранные товары, иностранных производителей. Российские производители. Я вот в то время занимался уже производством, я пытался там получить кредит. Мне говорили, а у тебя денег нет, что ты заложишь? Ты голь, вообще голодранец ты. И мы тебе не дадим кредит, либо ты закладывай свой дом. Тогда мы тебе что-то, может быть, дадим, но так как дома резко повышались в цене, значит, цель этого кредита была не дать мне кредит на развитие производства, а отобрать мой дом. Я это прекрасно понимал. То есть подловить меня на чем-нибудь, нецелевое использование кредита, и, значит, там все обрубить и забрать мой залог, то есть выселить меня из дома. То есть производителя не то, что не поддерживали российского, а гнобили, значит, иностранным инвесторам полная свобода, значит, там освобождение на несколько лет от налогов, в отличие от российских, которых просто все, кому не лень, вот эти самые чиновники от «Единой России», значит, гнобили. И у них, откуда источник денег, зарплаты у них небольшие, а они просто за счет того, что грабили российских предпринимателей, которых называли у нас капиталистами, буржуями и так далее, традиционно спекулянтами, грабили российского производителя. Вот, и дальше, значит, начинают бурно, значит, строиться торгово-развлекательные центры. Что это такое? Это такие огромные торговые центры по продаже импортных товаров. Причем продают товары в кредит, все как на Западе, очень высокого качества, в кредит, поддерживая то же самое, что такое иностранный. Когда мы покупаем иностранный товар, то, значит, мы поддерживаем иностранного производителя. А зачем нам российский производитель, когда у нас есть нефть? И, в общем, на это все было настроено. Ну и потом вот логическое завершение этого, то, что сейчас происходит в Украине. И что говорит та команда, которая 20 лет, даже больше, еще при Ельцине, в общем-то, разваливала российскую экономику. То есть, ну, при Ельцине, значит, там какие-то связи начали налаживаться. Но при Путине, в общем-то, все были озабочены тем, чтобы ограбить российского производителя, я считаю, нагнуть, отобрать, отжать. И, соответственно, вот такие методы. Силовики, грубо говоря, и усиление государственной власти. Кстати, к чему это привело? Ну, к тому, что, в общем-то, производством сейчас особенно никто не хочет заниматься. Никто не хочет заниматься малым бизнесом, потому что, как только ты начинаешь заниматься малым бизнесом, к тебе приходит и начинает, сказать, санэпидстанция дай 100 тысяч, значит, пожарник дай 100 тысяч, ну и так далее. Дай 100 тысяч, а то закроем. Вот. И, в общем-то, работа предпринимателя заключается в том, чтобы посылать их нафиг и отбиваться от этих придурков. Ну, вместо того, чтобы заниматься производством. Ну и да, значит, еще помещения, которые даются в аренду за бешеные деньги, что тоже, в общем-то, как бы, я когда открывал свою фирму, я думал, что я буду работать на себя, но выяснилось, что я работаю на дядю, то есть на аренду в основном. Вот таким образом все это происходило. И вот сейчас что происходит? Как и во времена Гайдара рушатся все экономические связи. То есть сейчас экономические связи настроены на импорт, все, значит, все комплектующие. То есть у нас есть промышленность, очень серьезная промышленность в России уже, в отличие от той, которая была в Советском Союзе. Сейчас достаточно много построено заводов, во многом это импортные заводы, западные заводы, очень современные, но они все настроены на импортные комплектующие. И сейчас вы знаете, что импорт у нас обрублен полностью. К чему это приведет? Ну, во-первых, уже привело к разрушению всех связей. И нам утверждают там с телевизора, что да мы справимся, что тут Китай с радостью все нам заменит, Индия нам с радостью все заменит. Ну, во-первых, нет логистики из Китая, нет логистики из Индии. Вы знаете, что там контейнеры, перевозки там и так далее. Их надо все это налаживать. На это уйдет 2-3 года, не 3 месяца. Сейчас почему у нас не наблюдается пока вот этого хаоса, про который я говорил. Но я говорил, что это будет где-то в конце июля, а в августе. И вот уже наступает сейчас середина июля. В общем, товарные запасы на складах завершаются. Ну, вы знаете, что уже, как бы ленивый только не сказал, что уже остановлена практически автомобильная промышленность. И с большой вероятностью мы ее потеряем. Авиастроение, ну, в общем-то, уже потеряно. Станкостроения у нас нет давно. То есть сейчас нам ничего не поступает. Станки современные нам не поступают. Мы сами их у нас были. Было станкостроение, мы его угробили просто во время вот всех вот этих вот, в том числе и последних лет 22-х. У власти находится уже достаточно престарелое руководство, что, в общем-то сказать, как при Брежневе. И уже идет война. И что происходит? Что произойдет? Что ожидать? Ну, я, честно говоря, ожидаю, что экономика, в общем-то сказать, несмотря на заверение, вот эти танцы с бубном, что мы сейчас поднимем российскую экономику, что мы справимся. Кто справится? Кто справится? Те же самые силовики, которые находятся у власти. Они привыкли отжимать, отбирать и, значит, давить. Вот что они привыкли. А здесь нужна инициатива. Здесь нужна смекалка какая-то. То есть нужно стимулировать, понимаете? И если Мишустин говорит, давайте параллельный импорт откроем, а с другой стороны есть закон о валютной контроле и так далее, значит, будем бороться с нетруевыми доходами или как-то, так сказать, с незаконными. И вот эти два закона вступают в противоречие. Я почему об этом говорю? Потому что это мне близко. То есть я как раз, ну, где-то занимаюсь параллельным импортом, обслуживаю, грубо говоря, параллельный импорт, который идет. Но я вижу проблемы, что, в общем... Ну, у меня сейчас счета заблокированы, грубо говоря. Вот. Потому что наша система привыкла запрещать, а сейчас нужно как раз не запрещать, а стимулировать. А стимулировать те люди, которые сейчас у власти, не могут. Они могут отжимать и запрещать. Поэтому я считаю, что, во-первых, нас ждут очень тяжелые времена в ближайшее время. Я продолжаю так считать, что будет серьезное ухудшение и уровня жизни, и серьезный экономический кризис, который приведет к смене власти неминуемо. И почему я еще хочу сказать, что советское значит лучше. Смотрите, сейчас популярность Путина очень высока. И во многом это благодаря... Вот что у нас хорошо, так это пропаганда. Мощнейшая пропаганда. Так вот, если власть сейчас сообразит, что нужна мощнейшая пропаганда российского производителя. Мощнейшая пропаганда. То есть искать людей, которые находят новые методы, искать людей, которые, значит, что-то делают, производят, и не гнобить их, а наоборот, значит, вот рассказывать их героизация предпринимателя. И показывать, вот российское значит лучшее, российские предприниматели самые лучшие, российские мозги самые лучшие. И надо поднимать все это и полностью, значит, защищать его. То есть если какая-то падла придет с проверкой, будут там какие-то взятки требовать и так далее, то этого мерзавца, значит, немедленно показательно. И вот так вот, как сейчас вот этого несчастного Гориного на 7 лет, блин, при исполнении служебных полномочий, значит, пришел какой-то там хрен с горы, значит, там, ФСБшник или другой силовик, и, значит, пытался взять взятку. Показательно. Никсенки, ну, так сказать, на хороший срок. Не защищать, а наоборот, наказывать. И наказывать тех предпринимателей, которые прибегают к силовикам, которые, значит, ну, там, типа, сейчас мы с проверочкой, там, и так далее, значит, там, ну, конкурента смести, к чертовой матери отжать. Вот этих ребят тоже, в общем-то, показательно, ну, чтобы не доходило. Помните, вот недавно была фабрика Большевик, значит, там, и там дошло до стрельбы, когда отжимали. Потому что сам предприниматель просто, так сказать, ну, как он подает в эти самые органы, а органы говорят, да мы тут сами, как бы, отжимаем, мы в этом участвуем. И там стрельба, и все, значит, были жертвы. Если вы помните, это было года три назад. Фабрика Большевик, если кто не помнит, это в Москве. Вот, и таких случаев полно. Так вот, таких случаев не должно быть вообще в принципе. То есть, как только, то есть, механизм защиты предпринимателя, дикая пропаганда о том, что российское значит лучшее, показывать людей, которые что-то пытаются делать в России, особенно, если это что-то, это станки, которые что-то могут производить, и начинать производить что-то. Ну, то есть, это вот мой совет власти. В общем, так сказать, самый большой совет это, ну, как-то поменяться, так, грубо говоря, или мягко. Вот. Написайте, что вы думаете по этому поводу. Это вот, ну, крик моей души на самом деле, потому что я пытаюсь что-то сделать, я пытаюсь найти какие-то ниши для того, чтобы заработать, я пытаюсь помочь, грубо говоря, стране, там, с параллельным импортом, скажем так. Вот. Но я вижу, что я один из первых, и в этом деле я достаточно хорошо продвинулся, и я вижу, что есть проблемы, что не настроена программа стимулирования, а настроена программа как раз наказания. И, значит, там, блокировка счетов и так далее, я больном. Вот. Напишите, что вы думаете по этому поводу, как мы будем жить, и верите ли вы, что в ближайшее время мы действительно станем жить лучше, или все-таки вы согласитесь со мной, что ближайший год, два, три будут очень-очень, очень тяжелыми. Потому что спад экономический будет очень серьезный, и это приведет к очень серьезному падению уровня жизни, тотальному. Ну, это не страшно, главное, чтобы была жизнь. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.